Положено проверять, потому проверили. В прокуратуре настаивают, нарушение закона есть, его нужно устранять. Протест прокурора законодательное собрание отклонило, потому он обратился в суд. С тем же заявлением, те, кто находятся у власти, не могут от ее имени управлять акциями коммерческих предприятий. Нарушение данного требования с законом области, наоборот, данные лица, лица данной категории наделялись таким правом. Кроме того, таким же правом наделялись и иные лица. Однако данное понятие не было расшифровано в законе. Решением суда заявлены требования прокурора об оспаривании нормативных положений в части данного закона. Они были удовлетворены. В настоящий момент решение в закону с него не вступило. Мы, безусловно, будем решение суда вжаловать. В данном случае комментарий прокуратуры, появившийся на сайте, является нарушением норм юридической этики, поскольку в этом комментарии сказано о неких нарушениях со стороны должностных лиц, органов исполнительной власти по вопросам управления государственным имуществом. Ни о каких нарушениях ни в законе, ни в иске прокуратуры, ни в решении суда речи не шло. В Доме Советов возражают, никакой коррупции в законе априори не было, так как высокопоставленные чиновники управляют не своими акциями, а государственными, по заданию государства, то есть областного правительства. Логика такова, кому как не им в этом разбираться лучше, но если что, первых лиц заменят на вторых. Если раньше председателем Совета директоров Банка Оренбург, например, был вице-губернатор по финансо-экономической политике, то в соответствии с этим решением суда, если признать, что если оно вступит в законную силу, право представлять интересы Оренбургской области может иметь служащий не выше заместителя министра. Судебный прецедент уже создан. В Ханты-Мансийске суд по такому же вопросу также не встал на сторону региональных властей. В нашем случае область все же решила еще раз отстоять свой закон в прежнем виде, но если не получится, изменит его в соответствии с окончательным решением – решением суда высшей инстанции. Виталий Зерябин, Игорь Бероев, Новости дня.